Беларусь – социально ориентированное государство. Во все времена одним из приоритетных направлений социальной сферы являлось образование. И это неспроста. Образованность и эрудиция – эти качества всегда были в цене, обеспечивая трудоустройство и положение в обществе. Говоря об истории сферы образования Гомельщины, нельзя не вспомнить имя великого белорусского просветителя Кириллы Туровского. Большой вклад в развитие образовательной сферы внесли русский общественный деятель граф Николай Петрович Румянцев и продолжательница его просветительских традиций Ирина Ивановна Паскевич. С этих имен и начинается экспозиция музея истории образования Гомельщины, который расположен на базе Гомельского института развития образования. Уже в конце XIX века система образования нашего региона была представлена церковно-приходскими школами, земскими школами, реальными училищами, гимназиями, прогимназиями. В этот период здесь насчитывается около 80 типов учебных заведений. Отдельное внимание – Ланкастерской школе, начавшей свою работу по инициативе графа Румянцева 8 ноября 1819 года. Тогда не существовало учителей, учебников, учеников в том понимании, в котором мы понимаем их сегодня. Тогда ученик, обучивший одной из специальностей, обучали, скажем, кузнечному делу, столярному делу, делу портного и так далее. По пяти направлениям шло обучение. Ученик этой школы должен был, в свою очередь, обучить следующего. В 20-30-е годы 20 века закладываются основы современной системы образования. Идет разделение на начальную и среднюю школу, специальные и профессионально-технические учреждения. На Гомельщине открывают свои двери высшие учебные заведения. Идет набор учащихся в национальные школы – еврейские, польские, белорусские. В то время на территории страны равнозначно действовали четыре государственных языка. Именно советская система образования была признана не только нашими друзьями на Западе, но и нашими оппонентами одной из лучших систем образования в мире. Именно эта система образования дала миру величайшие имена в области литературы, науки, театра, кино. Амбициозным планом педагогов и тех, кто трудился в сфере образования, помешала внезапно начавшаяся Великая Отечественная война. В январе 1944-го, сразу после освобождения Гомеля, в областном центре возобновляет свою работу, открывшийся еще в марте 1941-го – Институт усовершенствования учителей. Сегодня – Институт развития образования. В этот тяжелейший для страны период государство думает о том, чтобы готовить новую плеяду учителей. Сегодня сфера образования Гомельщины продолжает динамично развиваться, соответствуя последним требованиям и тенденциям. То и дело, реконструируются старые и открывают в свои двери новые школы и детские сады, спортивные и дополнительные учреждения образования. Общее число их составляет 1140. Это и учреждения дошкольного образования, и учреждения общего среднего, и среднего специального, и дополнительного образования, то есть кружки, объединения по интересам, спортивные секции. У нас сегодня целый ряд учреждений высшего образования. Два из них, конечно, мы хотели бы отметить, особенно это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны, старейшее учреждение высшего образования в нашей области, и Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. С каждым годом набирает обороты олимпиадное движение. Школьники Гомельщины показывают все лучшие результаты. Об этом свидетельствует постоянно растущее количество дипломов. Увеличивается и число гомельчан, призеров международных олимпиад. Отдельная страница в экспозиции музея истории образования Гомельщины посвящена заслуженным учителям. Это те люди, которых мы называем золотым фондом педагогов Гомельщины. Это те учителя, которые получили звание заслуженный учитель Республики Беларусь, либо заслуженный учитель БССР. Их у нас в области более 400. Здесь вы можете увидеть и педагогов, чьи дети имеют сегодня замечательные достижения, и самих учащихся, которые прославляют сегодня наш регион на республиканской и на международной арене. Один великий сказал, вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Потому во все времена главным достоянием образовательной системы был и будет педагог. Его значение бесспорно.